Вот и все, закончился наконец этот цирк Шапито под названием «Выборы-2018». Хотелось бы сказать, интриги не случилось, да я и не скажу. Скажу другое, случился шок, потому что за кандидата номер один проголосовало столько народу, сколько не голосовало никогда. А теперь, внимание, 56 миллионов избирателей. Вдумайтесь просто, 56 миллионов отдали свои голоса за данного кандидата сами. Хотите, прямо лично меня такое положение дел уже пугает, и сейчас объясню почему. Начинаем. Знаете, а мне на самом деле интересно, чем руководствовались все эти люди. Вот когда шли на избирательные участки в воскресенье, когда брали в руки бюллетень, ставили в нем галочку и опускали затем в урну, о чем думали все эти 56 миллионов человек? Это ведь они стонут, что им платят нищенские зарплаты и пенсии. Я не оговорился, нищенские. Это ведь они плачутся, что не могут найти работу не то, что нормальную, вообще хоть какую-нибудь. Это ведь они жалуются на отвратную медицину, на дороговизну лекарств, на неподъемные тарифы и цены в магазинах. Это ведь они лазают по помойкам и побираются по улицам, рыдают под видеокамеры время от времени. Бол, как жить дальше? Мы же никому не нужны. Убираюсь кольцо в ломбард сдать, а нам вон цепочку крестили. Нас довели уже, простите. 13 тысяч. За что? Живу одна. И навали вторую группу, про заболевания. Я говорю, что издеваются, п***лы. Убивать надо вас, п***ь. Но приходит день голосования, и все эти люди в едином порыве бегут на избирательные участки толпами, как в этот раз, и голосуют за то, чтобы их вот эта распрекрасная жизнь ни в коем случае не заканчивалась. Приведу пример из личного. Когда кто-то, с кем я взаимодействую и на кого, надеюсь, не помогает мне, как мне кажется, а напротив тащит назад, загоняя, например, в долги, создавая проблемы, влияющие на качество моей жизни, я тут же с таким человеком расстаюсь и делаю это без сожаления, потому что жизнь у меня одна, и я не хочу закончить ее на свалке. А вот подавляющее большинство россиян ведет себя так, будто бы их все устраивает, и 18 марта люди это продемонстрировали. Тогда че жаловаться-то? Еще один феномен нашего народа населения – гордость за, общем, за. Под лампочкой Ильича впроголодь без какой-либо уверенности в завтрашнем дне, зато все мы, крутанские крутанты, к ногтю всех прижали. А еще в Америке, проклятый, все очень и очень плохо, и мы готовы по этому поводу ликовать. Не важно, что он не был никогда в той Америке и никогда там не будет, не может, потому что себе позволить. Но как-то это же греет душу, согласитесь. А это реальная журналистика, вот и наступила новая историческая эпоха. Поехали! Кстати, есть еще одна категория непробиваемых людей, которые после дня голосования тоже меня порадовали. Такие говорили и даже настаивали, но согласись, выборы-то главный, ведь честно выиграл, конечно, честно. Разве это не честно, когда бюджетников и рабочий класс, как Скотт, пинками загоняют на избирательные участки и под угрозой увольнения заставляют голосовать за конкретного кандидата? Разве не честно, когда эфирное время в центральных СМИ распределено между одним человеком? Разве не честно, когда на агитацию за одного из кандидатов работают все, без исключения мэры и губернаторы, и зачастую в половине регионов для людей существует только один кандидат, других даже в сую поминать запрещено, ну да бог с ним, голова даже в этом случае существует не только для того, чтобы есть, поэтому пеняйте только на себя, дорогие мои, я хочу показать вам видео одно. Оно ужасно на самом деле, и тем не менее, для себя я условно назвал этот ролик утро 19 марта, едем дальше к светлому будущему, внимание на экран. Хотите еще песен, их есть у меня, вот вам пожалуйста, люди тоже едут в светлое будущее, и уже в пути могут предвкусить, каким оно будет, поскольку вместе с ними в карете пребывает один из настоящих строителей того прекрасного далека. Знаете, когда я увидел этого счастливца, я ему даже позавидовал, а еще пожалел о том, что я зачем-то постоянно ратую за эти омерзительные либеральные ценности, то ли дело у нормальных людей из числа тех самых 56 миллионов человек, у них все по полочкам разложено, они точно знают, чего хотят, а такие, как я, короче, таких, как я, жалко. Просто знакомьтесь, счастливый россиярин и большой патриот нашей страны. Еще немного о прекрасном в Казань вас приглашаю, где на днях произошел один трагический казус на местном авиаремонтном заводе. Там средь бела дня обвалилась крыша здания завода управления. Как думаете, по какой причине? Ну, ясное дело, отнюдь не потому, что в ее ремонт деньги с утра до вечера вкладывали. Два человека в результате пострадали. Но все-таки есть бог на свете, наверное, поскольку машина та, на которую часть кровли обвалилась, никогда не угадаете, кому принадлежит директору завода. К слову, фотографии с места ЧП уже по соцсетям разлетелись в качестве мемов. Цитирую, вот как бывает, когда деньги, выделенные на ремонт крыши, тратишь на покупку дорогого автомобиля. Впрочем, могу поспорить, рабочие того завода, рассыпающегося по указке своего замечательного директора, все равно ведь проголосовали как надо. Продолжаем. Ну и в конце, ребята, коротенький видеоопрос покажу. Коллеги из настоящего времени данную выборку собрали. Она по-своему уникальна, потому что целиком и полностью состоит из мнений тех людей, которые всю свою жизнь прожили при существующей власти, другого режима они просто не знают. Они при нем родились, они при нем выросли, а в это воскресенье эти люди впервые ходили на свои первые выборы в качестве избирателей. Да что я рассказываю, погнали. А за кого такую свадьбу? За Путина. Ну, я хотела, честно, я хотела пойти в футболки и маникюр хотела сделать специально. Какой? Ну, с флагами и с Путиным. Ну, наклейки с Владимиром Владимировичем. Ну, как бы он очень много сделал для нашей страны. Не только для нашего народа, но и для других стран. Ну, потому что предотвратил войны некоторые, вернул Крым. И вообще, то, что он начал, ну, вот выборы будут в этом году. Что я считаю, что он должен закончить все начатое. Должен закончить начатое. Я не буду сейчас озвучивать никаких выводов. Я просто так это произнес дальше. Не могу не согласиться. Если бы не мы, мир бы рухнул давно. И ведь откуда-то у человека в голове эта светлая мысль возникла. А ты веришь в честность выборов? Нет. Мне кажется, за нас уже все давно решили. А ты сама можешь голосовать? Думаю, что да. За нашего Путина? Верно. А ты веришь в честность выборов? Нет. Считаю, что выборы это сплошные подтасовки с заранее известным результатом. Но голосовать все равно пойду за действующую систему ценностей. Знаете, что хочу сказать? А это ведь не Лизы Песковы, которых вы дружно не любите. Это ваши дети. Это ваше воспитание. И озвучивают они те мысли, которые вы вложили им в головы. А те миллионы среднего и старшего поколения, о которых говорил выше, это ведь тоже не марсиане. Это ваши соотечественники. Друзья ваши, соседи, родственники. Да и мои тоже. Поэтому нет, господа, нет. Давайте не будем сейчас пытаться назначить крайнего, а просто признаемся себя. В минувшее воскресенье выбор, который был сделан мы, сделали все вместе. Заканчиваем. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. А на моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, пища для размышлений, а больше заходите. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока.